Итак, что мы будем делать, почему мы рисуем кубы, шары и так далее и тому подобное. В целом, то, что мы сейчас будем рисовать, тот же шар и в дальнейшем всякие цилиндры и все остальное, это, наверное, самое важное, одно из самых важных элементов вообще в целом рисования. Потому что каждый раз, когда вы будете сталкиваться с рисованием человека или каких-то сложных архитектурных форм, вы должны будете всегда возвращаться к шару, к цилиндру, к кубу и так далее. Потому что здесь решается ваше понимание предмета и пространства в целом. И без понимания, как нарисовать шар и как нарисовать цилиндр, вы не нарисуете ни руки, ни портрет, ничего не получится без этого понимания целостности. Поэтому сейчас в дальнейшем курс будет сложнее и сложнее. Мы будем уходить там в персонаж и, надеюсь, до эмбемии дойдет. Но мы начнем с азов, мы начнем с простых форм. И дальше каждый раз, когда мы будем арестовать там того же эмбемии, характер персонажа, и мы будем возвращаться к этим простым формам. Поэтому будьте очень максимально внимательны сейчас на этих шарах, кубах и на всем остальном, потому что это прям от снова основ. Итак, за то время, пока мы здесь разбирались, было бы очень хорошо, если бы вы нарисовали уже хотя бы контур этого шара. И дальше мы станем делать эмбирация, как тонально с ним работать. Итак, если вы нарисовали контур, то прекрасно мы будем тонально разбираться. Если еще не нарисовали, то попытайтесь сейчас тоже набросать, а я пока буду разговаривать. Итак, у нас есть пять элементов, которые мы должны соблюдать во время рисунка шара или чего угодно. Первое, я буду тыкать просто на шарик карандашом. Хотя я могу не рисовать. Вы нарисовали контур. Первое, я вот с другой стороны на свет буду рисовать, потому что мне просто так удалось. Есть тень и есть свет. Это уже два элемента, которые мы должны соблюдать. Итак, первое. Тень. Второе. Свет. И это то, что мы сразу же обозначаем. Где есть свет, где есть тень. Страшно обозначили. Дальше. У нас есть третий элемент. Полутон. И он относится к свету. То есть полутон это где-то та гранита после тени, которая приближает к основному свету, но все еще не свет конкретный. Но полутон относится к свету. Дальше. Четвертое. Это блик. И он тоже относится к свету. И блик, естественно, находится в зависимости от того, где вы находитесь от предмета. То есть если я с одной стороны шара буду, то блик будет в одном месте. Если я двигаюсь, то блик тоже будет двигаться вместе со мной. Поэтому блик вы должны найти на таре. В этом же порядке соблюдать надо. На объекты тень, свет, полутон, блик. Ты, например, в работе? Да. Нет, в работе я сейчас объясню. Я просто сейчас объясняю элементы, которые должны соблюдаться. Блик. То есть он где-то, ну, в основном где-то вот, где-то в этой области. Это все, что относится к свету, да? Цвет, полутон и блик. Это одна часть. Дальше. К тени относятся рефлекторы. И здесь очень важно, потому что я очень много вижу работ, где люди просто закидывают эту тень каким-то плотким-плотким тоном черным, в котором нет рефлектора. Очень важно всегда, когда вы рисуете любой предмет, будь то человек, не важно, что вы рисуете, тень не должна быть просто плоско-черной. Тень всегда должна иметь рефлекторы, потому что цвет везде отражается и начинает прыгать. Допустим, если вы сейчас смотрите на шарик, вы видите шарик сейчас, да? Теперь смотрите, что произойдет, если я уберу белую бумагу, да? Он полностью изменился. Вся тень полностью изменилась, он стал как будто бы площадь. Еще раз смотрим с бумагой. Это рефлекс. И без бумаги. Без рефлектора. То есть рефлекс... Там же есть черный рефлекс. Там же есть черный. Там же есть, отражение лавы. Очень слабый. Но есть. Есть, потому что все-таки от черного стола цвет прыгает и попадает вот сюда, в эту часть. И это нормально, что он есть, просто он меньше. Я показываю то, насколько поверхность и цвет поверхности, на котором предмет меняет этот рефлекс, он сильнее или слабее будет зависеть от того, как окрашен ваш предмет. И, естественно, если здесь нет, допустим, если мы говорим о каком-то темном фоне, и в этом темном фоне висит яблоко, да? То есть темный фон будет съедать эти рефлексы, они будут очень-очень слабые. Но тем не менее, как ты заметил, лучше отметить его там, просто чтобы показать эту форму. Поэтому я очень прошу всегда-всегда-всегда искать рефлекты во всех этих предметах, которые мы будем рисовать, и не оставлять плоскую тень. Дальше. Как мы начинаем? Мы делаем в первую очередь контур и пытаемся максимально сделать круглым этот шаг. Что мы делаем дальше? Есть два типа людей, которые рисуют немножечко по-разному. Один тип – это, на мой взгляд, это логичный способ, но в то же время, как живописец, я не всегда так делаю. Короче говоря, кто-то начинает с тени, допустим, он рисует контур и сразу же набирает, набирает какую-то общую тень и набирает весь, сразу же начинает набирать тень, и многим людям так легче понять, когда они начинают топ-5 тени. И потом тянутся полутоном и все остальное, цвета там и так далее и тому подобное. Есть также люди, которые идут сначала в полутон, набирают этот полутон, и от полутона они уходят в тень и в блик. То есть от полутона они сначала набирают полутон и доходят до блика, и потом уже идут в тень и обозначают тень. Но там набросы в тени, показать, где она находит, мне важно. Поэтому мне кажется, на этом этапе для вас будет легче сначала начать в тени и набросать ее, не до конца. Не пытайтесь сразу же попасть в эту тень, потому что мы будем менять рисунок, где-то набирать, где-то вытирать, если мы рисуем мягкими материалами. А если мы просто карандашом рисуем, то лучше потихоньку, потихоньку приближаться к нужному нам тону. Поэтому на данном этапе нарисовали контур, дальше обозначили тень и начинайте набирать эту тень. Дальше ваша тень будет ложиться на круглую форму. Поэтому рисуя там какой-то шаг, не делайте тень прям вот так. Она не ляжет так, просто потому что сама форма круглая. И из-за этого тень будет или вот так ложиться на форму, или наоборот вот так вот, в зависимости от того, как ваш предмет стоит и где у него цвет находится. Но главное, что тот контур, который вы показывали, идет от тени, он не был вот такой вот прямой линией. Он должен все-таки облегать эту форму и показывать, и подчеркивать, что этот предмет он круглый. Поэтому или так, или так, все равно, ну, в зависимости от того, как вы смотрите на шарик, но рисунок должен быть все-таки подчеркивающий эту форму. Дальше. После того, как вы набратали общую тень, как вы идете и как вы набратите, к чему вы идете. Вы начинаете от темного, то есть здесь будет темное, то есть если это у нас шар, если у нас вот здесь вот проходит тень, то здесь будет темная часть этой тени. На границе света и тени. Здесь вот после полутона, то есть идет сверху полутон и тень. Вот на этой границе будет основная ваша контрастная часть шара. Не здесь, потому что я часто вижу, что люди рисуют на силуэте гораздо контрастнее, чем здесь. Но так как все-таки шар круглый, и, во-первых, для нас вот эта часть важна, она круглая, она выпирает, и здесь будет явно больше контраст собираться, и плюс еще и рефлексы, которые бьют отовсюду и бьют в эту часть шара, и из-за этого эта часть шара, она отвечает так. И она уже будет светлее, чем вот эта часть на середине, на том втыке цвета и тени. Поэтому сейчас вам нужно начать просто штриховать, если вы с карандацом рисуете, и набирать, если вы чем-то мягким рисуете, начинать набирать от этой части, вот от вот этой вот части. Вы двигаетесь дальше, 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 ослабляя тон, потому что здесь идет рефлекс. И в обратную сторону, в полутон. Вы начинаете с более темного полутона и светлее, светлее, светлее. Важно, чтобы, когда вы работаете в светах, не было одинаковости в тоне вот здесь и вот здесь. Потому что карк круглый, и форма меняется, и он просто не может быть одинаковый по тону вот здесь и здесь. Чем ближе к свету, тем, соответственно, светлее будет форма вашего предмета. И да, я думаю, валу-лук уже начать, если кто не начал. Каким штрихом надо? 7-7. Хорошо. Штрих, если вы рисуете карандацом, то штрих все-таки должен идти по форме, да? То есть попытайтесь загибать вашу руку и штриховать так, чтобы форма доворачивала туда, вот как вы видите. Ну вот, должен ли он быть, например, вот сейчас вот тень, ну такая относительная, поскольку источник света не прямо сбоку, поэтому она такая относительная горизонтальная, что и горизонтальный должен быть. Вот я об этом спрашиваю. Вот я вот сейчас вижу, как вы вертикально не слышали. Ты имеешь в виду, штриховать ли вот так? Вот, да, штриховать ли вот так. На самом деле нет абсолютно никакой разницы, будете ли вы штриховать слева направо или горизонтально или вертикально. Самое важное в штрихе, это то, что ваш штрих должен показывать тому форму предмета и должен показывать это, то есть, как нам говорили, ты на бумаге, пытаясь тебе показать карандашом, как бы ты мог погладить этот предмет. Если шар круглый, то ты не можешь его погладить вот так. Ты можешь погладить предмет вот так, да, то есть по форме. А в какую сторону, абсолютно нет никакой разницы. В зависимости от того, как тебе удобнее. Ну, вертикально, ну, вот такой штрих, да, вот, который ты начал, он как бы, он сам по себе может испортить объемность шара просто потому, что он задает неправильный объем. Да я начинаю, я неумело у центра, допустим, делаю загиб, который на самом деле должен быть почти плоский. Я имею в виду вот такой вот, в центре, например, он должен быть почти вот такой вот, почти прямой, почти недогнутый. Если это короткий штрих? Ну, так. Если короткий штрих, то есть сильно его загибать не нужно. Ты потихоньку этим коротким штрихом идешь в сторону, но если у тебя длинный штрих, и мы арендовали обычно длинным штрихом, потому что он просто, наверное, удобней, то мы, то есть у меня был, вот, когда я стал штрихом, у меня вот прям такой длиннющий штрих был, мне было очень-очень удобно, потому что ты охватываешь большую плоскость предмета, которого ты раскроешь. Ну, вот здесь в центре, ведь я таким штрихом могу взорваться. Нет ли мне просто карты? Нет, нет, потому что ты не сильно давишь на него. То есть смотри, вторая, по поводу штриха, кто рисует карандашом. Еще одна заметка, правильно, потому что он передает форму неправильно. Как мне кажется. Я говорю, ба, ба, ба. Нет, нет, почему? Если ты его заворачиваешь, если ты рукой заворачиваешь эту линию, то ты форму никак не портишь. И не забывай про то, что у тебя еще сверху, чтобы затемнить эту часть, у тебя еще и в другую сторону в реальный штрих. Вот так. Поэтому самое главное, как бы трогать шар, так как ты его реально можешь потрогать. Не пытаться прямым штрихом делать шар. Дальше. По поводу линии штриха. Важная часть. Я вижу, чатка люди штрихуют вот так вот. И это недопустимо в рисунке карандашом. То есть ваша линия в штрихе, она должна начинаться из ниоткуда и уходить в никуда. Вот. Очень плавно начинается, сильнее, 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 и уходит опять в никуда. И тогда вам легко сплавить эти линии друг с другом. Это, наверное, не то, что можно объяснить, это только наработать можно такой… Да, да. Мягкий штрих. Да, да. Это нарабатывается просто практикой, но сама суть в том, чтобы не было вот этого равномерно. Да, понятно. Чтобы вот этого гвоздя, откуда ты начинаешь штрих и туда он уходишь, чтобы вот этого гвоздя не было, потому что эти гвозди очень сложно потом стесать. А когда у тебя мягкий штрих и у тебя линия в никуда в воздух уходит, то потом эти линии очень легко соединяются друг с другом. И таким образом просто круче рисовать. Дальше. После того, как вы начали набирать вот этой темной части и вы движетесь в сторону рефлектов, не забывайте посмотреть, где этот рефлекс мягче и где он еле виден. Допустим, так как у нас сейчас бумага и бумага отсвечивает, точнее рефлексирует наш свет, то чем ближе шарик к бумаге, тем ярче этот рефлект, как вы видите. Его легче всего заметить именно внизу, где он ближе к бумаге. И вот эту вот схему нужно соблюдать. То есть нужно запомнить две вещи. Первое. Чем ближе ты к свету, тем ярче твоя часть этого предмета. И второе. Чем ближе ты к поверхности, которая задает рефлекс, тем соответственно там тоже светлее. То есть чем ближе ты к источнику света, неважно, это рефлексивный источник света или там обычный источник света, тем светлее будет. Поэтому вот эта часть шара внизу, делайте ее прям вам такой яркой. И к сожалению, ну как бы в академическом рисунке вообще… Там же есть рефлектор, все оттенит, ну то есть обратный. Еще и так. В академическом рисунке стараются не делать вот таких вот прямо ярких-ярких рефлектор, потому что рефлекс всегда должен быть темнее, чем полутон. А в таком случае, когда у нас яркий белый предмет, еще и такой яркий свет рядом с шариком, то если присмотреться, то в каком-то месте этот рефлекс даже ярче, чем сам полутон. Чтобы быть вот в той схеме правильной, то полутон все-таки должен быть светлее, чем рефлекс. Поэтому, когда вы будете набирать эту часть, помните, что вы не должны… вот этот рефлекс, он не должен быть сильно светлее, чем полутон. Он все-таки относится к тени. Просто запомните, что то, что относится к тени, не должно конкурировать со светом. Это важная часть. Дальше, после того, как вы уже набрали ваш шарик, точнее не шарик, а тени на вашем шарике, вы начинаете двигаться к полутонам. И при этом расставьте хотя бы… ну понятно для себя, чтобы было где этот рефлекс будет самый яркий, когда будете разбираться с шариком в тени. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Максим задает очень правильные вопросы. надеюсь, они всем тоже что-то объясняют. По поводу… а может люди в чате пишут что-то? Я, к сожалению, не могу посмотреть. Так. Вообще, может быть, я даже и могу посмотреть. Давай я буду следить за тебя и скажу за что-то. Пока никаких вопросов не было у тебя. Прекрасно. Надо написать Андрею, чтобы он впустил человека внизу, который ждет у двери. А он же здесь ходит. Андрей, там внизу человек у двери стоит, ждет. Сможешь впустить его? Да. Спасибо. Дальше. Дальше. По поводу вашего… вашей падающей тени. То есть сейчас мы решали тень собственную. Если я буду говорить «собственная тень», это, естественно, тень, которая на самом предмете. И падающий тень – это тень от предмета, которая падает. Вот, чтобы мы не путались потом. Итак, по поводу падающей тени. Чем ближе к предмету, тем падающая тень будет темнее. Поэтому я знаю, что сейчас на видео кажется, что дальняя часть тени, она как будто бы темнее. Но на самом деле, если присмотреться… Дайте-ка. А, из-за того, что цвет, источник цвета, извините, пожалуйста. Источник цвета, потому что слишком близок к бумаге и слишком много рефлексов там образуется. Но в целом, да, сейчас немножечко правило ломается из-за того, что наш источник действительно прям очень низко стоит. Но если бы он стоял выше, то получилось бы так. Внизу было бы вот это все темно, и чем дальше мы отдалялись бы от предмета, тем тень становилась бы сильнее. грубо говоря, если вот у нас предмет здесь, и от него тень, и она была бы очень темная под ним, и она бы очень светлая была подальше от него. То есть чем дальше мы от предмета, который создает тень, тем эта тень будет более серая, более слабенькая, светлая. И чем ближе к нему, тем она все контрасты будет собирать. Поэтому если бы эта тень была еще длиннее, то было бы лучше видно, насколько она выходит никуда. Ну это как бы просто логика. Можно сделать вывод, что если источник сверху близко, да? Да. То у нас будет сплошная тень, да? То есть на этом тоже нужно выбирать, если там первый план источник ответа тут, да, и там дальше тени будут другие уже, когда это будет. Да. Из-за того, что очень близко сейчас у нас свет, и рефлекты они просто бешеные, именно вот в этих частях, и, ну, создают впечатление, что эта тень, она здесь гораздо светлее. И так и есть. Просто из-за того, что источник света слишком близкий. И, ну, на самом деле это тоже можно допомнить, как ты будешь где-то потом использовать. Но вот в основном, в основном в рисунке все-таки исследуйте этому правилу, что чем ближе к предмету, который задает эту тень, тем темнее это все будет. Чем дальше от него тем светлее, и не забывайте рефлекс в тени. То есть получается, что сейчас получается с этим рефлектом в тени? Я вот сейчас покажу даже, где я имею в виду, вот здесь вот, да? что получается? У нас свет, он бьется об бумагу, он скачет сюда предмет и создает здесь рефлекс. И этот же рефлекс, который здесь создался, тоже создает, становится источником света и бьет в эту тень. То есть получается раз, два и сюда. Этот луч света бьет в бумагу, потом в предмет и от предмета в саму тень. Получается рефлекс рефлекса. Вот как-то так. И рефлекс рефлекса тоже важно видеть и где-то отмечать, чтобы не была ваша тень такая прямо плоская. И любую тень нужно искать в любой тени где-то рефлекса. Поэтому здесь можно даже специально вытереть. И получается, что у нашего предмета вот с этим всем светом, очень ярким, у него будет темная самая часть вот здесь вот под шариком, вот прямо туда, куда света вообще не попадает. Нет никого там. Вау. А кто это за ним писал? Тоже человек, который на курс подписался, но он там перепутал время и пришел к шести вместо пяти. Дверью, видимо, тоже перепутал. Где-то в каком месте стоишь? Примерно. Какая милита он прошел два раза? Может быть, он зашел внутрь. Я не знаю, почему он тебе напишет. Я не знаю, почему он тебе напишет. Итак. На чем мы остановимся? А, да. Дальше. Полутон. После того, как мы решили подплю эту тень, мы движемся к полутону, который является частью цвета. Поэтому постарайтесь его не затемнить и все-таки соблюдать эту грань, где есть тени, где есть свет. К сожалению, те, кто смотрят видео, вы все-таки, насколько я вижу, видите достаточно плоский свет. То есть в нем нет, вы сейчас не видите ни блика, ни объема, просто кусок света. И на самом деле те, кто сейчас рисует в зале, вы можете увидеть этот блик. Самую яркую точку, я не знаю, в зависимости от того, где вы сидите. Сейчас он у меня вот здесь. А вы, наверное, его видите, ну, наверное, где-то там. Этот блик тоже нужно держать в голове и к нему подтягиваться. И подтягивать к нему ваш полутона. И блик – это единственная неприкатаемая точка на вашем листе бумаги. То есть, если все остальное вы должны заштриховать, разбираться с формой, показывать форму, то блик – это что-то неприкатаемое, это что-то, что… вот, да, ни в коем случае туда карандашом тыкать не надо. Вы к нему мягенько-мягенько подбираетесь просто. Блик будет нарисован просто фоном, отмечили. Если фон нарисуем темный, то блик выйдет на первый план. Да-да, ты просто тоном его показываешь. То есть, весь шар должен затонировать. Ну, мне представляется, что где-то я просто оставлю незаштрихованный лист. Такого не должно быть, на самом деле, да. Ну, кроме блика не должно быть. Ну, я имею в виду, если мы говорим о шарике, остальное не надо рисовать. Мы их рисуем только шарик. Я не представляю, как я простым карандашом нарисую область четвертой части шара, потому что она вся светлая. Я не понимаю область. Так ты имеешь в виду вот это все? Вот четверть шара, она не вяжется у меня с простым карандашом, как я отмечу. Карандашом я нарисую темнее, чем оно есть на стану лист. Ну, могу попытаться, конечно. То есть, там не только блики я вижу, я вижу четверть шара. То есть, ты его видишь плоское, ты не видишь объема здесь имеешь в виду? Объем. Я не понимаю, как штриховывать целую четверть шара, потому что она вся светлая. То есть, вот ты нарисовал там, ну, ты отметил его темнее, чем он есть на самом деле. Да, по поводу темнее и светлее. Смотрите, у нас в реальной жизни есть цвет очень яркий. И все, что у нас есть, это у нас есть белая бумага. Белая бумага никогда не будет такой же яркой, как вот эта часть или вот эта часть. Она всегда останется просто белой бумагой, она не источник цвета, она не горит. И поэтому мы должны на бумаге создавать иллюзию того, что этот предмет светится. Как это сделать? Мы просто идем темнее, чем есть на самом деле немного. Потому что у нас нет выбора, показать свет по-другому мы не можем. Мы просто должны идти чуть темнее. И поэтому, так как мы не можем сделать так, чтобы он загорел, то у нас на листе мы просто орудуем тем, что у нас есть и вокруг идем темнее. И контрастами вытаскиваем эти цвета. А по поводу вот этой части, самой светлой, то просто нужно потвердый карандаш взять, самый твердый, который есть, чтобы он еле касался, летал там, если очень сильно очень ярко. И потихонечку штришком подбираться к блику, и блик остается неприкасаемым. То есть остальное все это нужно приховать очень, еле-еле-еле, и блик оставить неприкасаемым. И тогда мы создадим иллюзию того, что мы видим. Потому что все, что мы можем, это создать иллюзию. Но мы никогда не сможем спорить с источником цвета то, что он 300 градусов ярче. Это даже не экран, который там светится у нас, да? Это просто бумага, которую... Таким образом мы все здесь рисуем темнее, чем у нас в этом деле. Получается, да. Получается, да. Мы стараемся поймать то, что есть, но делаем... Мы выглядим просто делать бумагу темнее. Но мы должны учитывать те законы, которые есть уже в природе с этими бликами и так далее и тому подобное. Мы все это должны видеть, учитывать. Но создать иллюзию мы можем только небольшим обманом. Получается, да, да. Если линия вот эта вот здесь, она была вот такой. Ага. Если я ухожу ниже центра, то как-нибудь, она уже должна находиться, прогибла не идти вниз или вот эта вот вот эта вот, я не понимаю. Ага. Ты можешь сделать все линии с этой стороны, допустим, вот такие. И они все будут прийти у тебя либо от шарей. Ты не обязательно... То есть, вплоть до иди здесь можно какие-нибудь рисовать? То есть, самое главное, в какой объем я буду создать? То есть, я не знаю, я пытался раньше тоже шары рисовать, но линию просто испортил объем. Я вот не догоняю пока эту вещь. Ну, я говорю, мне кажется, будет полезно посмотреть, может быть, гравюру какую-то. И гравюры, они прямо очень круто в линии показывают все вот эти завороты, формы. Что значит гравюру? Гравюра – это такая техника графическая, которая раньше была. На куске меди специальным ножом шприхом вырезали вот такие борозды, потом вбивали туда краску, клали бумагу и подпред отпечатывали. И получался отпечаток. Но каждая линия, она была вырезана ножом, да, специально по меди. И поэтому каждую линию, если хотите посмотреть, что такое штрих, посмотрите гравюров. Там прямо мягко в той штыке. Или того же Дюрера можно рисунки посмотреть, который, кстати, гравюра тоже, или перо, или короче. Просто покажи, как твой штрих там себя ведет. Я сейчас не очень понимаю. Я стриховал карандашам. Ну, ты уже застриховал, я просто не очень вижу, как он шел. Смотри, он, кто бы у меня вот так. Так, так, так. Он бы везде отшел один. Вот. Я бы не соблюдал, вот, как ты говоришь, типа, ну, чтобы перспектива, чтобы глубоко получал. Ну да, мы центр проходим, да. Да. Он так. Нет, нет, нет. Никакой перспективы этой линии я бы не соблюдал. Я бы просто вот так вот, таким вот штрихом все это дошел вот туда. Вы можете за куском, который у вас сильно подсвечен, всегда задать темный фон. Если вы посмотрите работу старых мастеров, и Рембрандта, и Рубинса, и Дюрера, и кого угодно, вы увидите, что с той стороны, где часть портретов засвечена, и там очень яркий свет, то с этой стороны фон всегда темнее, он всегда темнее, чем с той стороны, где у нас портрет в тени. И поэтому вот этот вот фокус, да, старые мастера очень ловко его показывали, чтобы засветить эту часть, чтобы она засветилась, они шли максимально темно за этим светом, чтобы была эта иллюзия светящегося чего-то. Потому что без этого темного фона ты не засветишь этот предмет, он не будет светиться у тебя. Фон темнее даже, чем вот это самое, чем тень на предмете, да? Здесь опасность, да, сделать того, что твой фон будет активней, чем тени на предмете, который ты хочешь показать, это есть вероятность того, что он будет слишком вперед вылазить. Но если соблюдать все правила и как бы стараться не делать леповатость какую-то или слишком пёстро этот фон не делать, что бывает в природе, что этот тень, что сзади он действительно тёмный. И в соответствии с каким-то там освещением тень на основном предмете может быть даже легче, чем с тоном. Такое бывает. Но если мы рисуем портрет или шар, который важен для нас, то лучше, конечно, тень на этом предмете, который важен для нас, чтобы он всё-таки был, если не такой же, то хотя бы немного темнее, чем он сзади. Но опять же, это не всегда мы видим даже в живописи. Но желательно, вот в академическом рисунке, желательно всё-таки соблюдать то, что мы, ну, главенствующие какие-то части того, что мы рисуем. Если главенствующий этот шар и нарисуем шар, то, конечно, наверное, тень над шаре лучше сделать темнее, чем он, чтобы он оставался перед нами, а не подел куда-то. Поэтому это тоже старайтесь наблюдать. Поэтому что ещё про шарик сказать? Да, наверное, это самое важное. То есть если вы будете соблюдать пять этих элементов правильно, соотношение их, и будете стараться передать то, что вы видите, в соответствии вот с этими элементами, со цветом, с полутоном, с бликами, с рефлексами и с основной тенью, если всё будет соблюдено хорошо, то у вас будет хороший реалистичный рисунок. Как только вы начнёте путаться в этом, у вас начнут рефлексы быть ярче, чем полутон, или у вас будет в тени просто плоская тень без рефлектов, или будет свет такой же, как и кусок рефлекса, видите, свет с рефлексом на шаре начнут конкурировать, то всё просто поломается, и рисунок не будет реалистичным, потому что, блин, справка там, ребята, почему у меня вот так не получается, у меня получается как-то хаотично и нехорошо. Потому что нужно правильно соблюдать все вот эти вещи, о которых мы говорили, просто правильно их расставлять. Держите рефлексы в тени ниже по тону, чем ваши полутона, потому что полутон – это свет, а рефлекс – это тень. И в остальном тоже, просто выстраивайте свою работу так, чтобы она была грамотно сделана. И, в принципе, с тайником это всё, постарайтесь это запомнить. И последнее, что я хочу сказать, да, на шарике самая важная тень, она будет здесь, где пересекается свет с тенью. Самая тёмная ваша часть тени будет здесь. Не забывайте это, пожалуйста, когда рисуете круглые объёмы. И, естественно, в портретах тоже. Не забывайте про эти рефлексы внутри, которые позволяют вот этому куску чёрной тени образоваться. Потому что из-за рефлекса всё остальное просто светлее. Вот, в общем-то, всё, что я хотел сказать по поводу шарика. Если какие-то есть вопросы, спрашивайте. Пока я здесь, но мы уже приближаемся к тому, что я убегаю, а вы самостоятельно уже работаете. Дальше. Что у нас с домашним заданием? Те, кто хотят заниматься не только трагишкой, а хотят этим же заниматься и развивать себя в CG, то домашнее задание такое, что вы рисуете этот же шарик, который мы сейчас здесь рисовали, но вы рисуете его из головы и вы рисуете его в фотошопе. Как сможете. Ну, естественно, у вас должны быть планшеты и... Должны быть карандашные, ну, типа график или... Как угодно, как угодно. В фотошопе среди базовых есть такие кисти, которыми это можно... Да-да-да, абсолютно. Самые простые... Как они называются, господи? Ну, из головы, конечно. Ну, постарайтесь сегодня запомнить, что вы делали просто и соблюдать вот этих вот пять... Вот это основное правило соблюдения там теней, рефлектов. Попытайтесь из головы. Итак, еще раз. Вот прямо из головы или я могу взять дома картинку шанса и повторить? Если будет тяжело из головы, возьмите хороший референд. Такого скилла, конечно, нет еще из головы шар рисовать. Тогда возьмите прям хороший референд, чтобы видно было полутона, блики, рефлекции, чтобы это все было четко видно. Можете сфоткать сейчас здесь. Но на фотке главное, чтобы не выцветилась вот эта часть. И попробуйте тогда... Да в интернет может помочь, на самом деле. Ну, мне легче этот же шар. Смотрите, слушайте, слушайте.